Добрый день, коллеги. Начинаем наш брифинг. В онлайн-формате проходит. И текущая ситуация в мире с коронавирусом. Она остается тревожной. Продолжается рост заболеваемости. Национальные системы здравоохранения испытывают серьезные нагрузки. Правительства ужесточают рестрикции. И по состоянию на 10 декабря общее число инфицированных на планете достигло 69 миллионов человек. Причем только за первую декаду декабря прирост составил почти 6 миллионов. Повторяю, это общемировая статистика. Весь комплекс проблем, связанных с коронавирусом, обсуждался на специальной онлайн-сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3-4 декабря в Нью-Йорке. В работе этого мероприятия принял участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В своем выступлении он дал краткий обзор ситуации, сложившейся вокруг COVID-19 в России и мире. Подчеркнул роль нашей страны в борьбе с пандемией. Ознакомиться с материалами мероприятия можно на официальных сайтах Всемирной Организации Здравоохранения и поспредства России при он в Нью-Йорке. Мы вновь обращаем внимание наших граждан на то, что все сделанные ранее Министерством иностранных дел России предупреждения и рекомендации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе по выезду за рубеж и по необходимости просчитывать все риски, остаются в силе. Переходим к графику министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 14 декабря состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, который посетит Москву с рабочим визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов поступательного развития многоплановых двусторонних связей, особый характер которых был закреплен в подписанной 1 июня 2018 года Декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами. Будут подведены промежуточные итоги совместной работы по практической реализации соответствующих договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента Российской Федерации в Абудабе в октябре 2019 года и других контактов на высшем уровне. Главы Министерства иностранных дел двух стран проведут обстоятельную сверку часов по ситуации в Сирии, Ливии, арабо-израильскому регулированию другим актуальным аспектам региональной повестки дня. При этом приоритетное внимание будет уделено задачам скорейшего политического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов и противоречий, включая перспективу устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива через формирование в данном субрегионе при участии всех заинтересованных государств механизмов коллективного реагирования на существующие вызовы и угрозы. Итак, переходим к актуальной международной повестке. Сирия. 30 ноября 4 декабря в этот период в Женеве прошла четвертая сессия редакционной комиссии Сирийского конституционного комитета. Ее итоги сами сирийцы, а также представители Организации Объединенных Наций оценивают положительно. В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями правительственной и оппозиционной делегации с активным участием независимых от гражданского большинства обсуждали национальные принципы и основы. Дискуссии проходили в подчас эмоциональной, но в целом конструктивной атмосфере и в результате удалось согласовать сроки и повестку следующего пятого раунда межсирийских консультаций в Женеве. Этот раунд назначен на 25-29 января. Он будет посвящен непосредственно с содержанием Конституции. Намерены и далее совместно с партнерами по астанинскому формату настраивать сирийские стороны на конструктивный диалог в интересах сближения позиций и выработке общего видения будущего устройства своей страны. Продолжение работы Конституционного комитета подтверждает эффективность наших комплексных усилий по содействию и регулированию сирийского кризиса. Мы сходим с того, что обеспечение существенного прогресса на конституционном треке будет способствовать скорейшему достижению долгосрочной и комплексной стабилизации ситуации в Сирии в полном соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. На большей части территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий. Напряженная обстановка сохраняется в зоне Идлиба, где до сих пор хозяйничают туристические группировки. В ответ на провокации со стороны действующих там бандформирований правительственные силы Сирии и ВКС России наносят ответные удары по их огневым точкам и опорным пунктам. Продолжаются вылазки игиловцев на востоке страны. Прежде всего в Заефрате. Напомню, эта часть контролируется самопровозглашенной курдской администрацией при поддержке военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Очень интересный материал, я бы сказала, захватывающий, был опубликован в немецком журнале «Шпигель» на сопряженную с ситуацией в Сирии тему, а именно белые каски и их эвакуация из Иордании не только представителей, но и одного из главарей этой абсолютно антигуманной, уж точно не гуманитарной организации. Мы обратили внимание на эту публикацию. Она рассказывает о гостеприимстве Германии, теперь же можно говорить о традиционном гостеприимстве Германии сомнительного характера, в отношении одного из главарей сирийской псевдогуманитарной организации Белой Хаски Халида Аль Салиха. Что следует из журналистского расследования? А именно, что Федеральное ведомство по защите Конституции ФРГ, рассматривая заявку этого активиста-псевдогуманитарщика, он подал заявку на предоставление ему убежища, еще два года назад пришла к однозначному выводу о его радикальных исламистских взглядах и возможных связях с террористами. Так вот, согласно Шпигелю, найденные в телефоне этого деятеля видеоролики с участием террористов и джихадистские пропагандистские материалы, а также переписка с террористами в соцсетях, не вызывали у немецких правоохранителей сомнений в том, что переезд этого человека в Германию сопряжен с серьезными рисками и угрозами национальной безопасности ФРГ. Однако, и вот это самое интересное, как утверждает Шпигель, Министерство иностранных дел ФРГ было склонно давать ситуации совершенно иную оценку. Получается, опять же, исходя из материала Шпигеля и согласно позиции Министерства иностранных дел Германии, Аль Салли хорошо зарекомендовал себя в ходе так называемой спасательной операции белых касок в Сирии. В результате такого абсолютно циничного подхода прошение данного деятеля об убежище было удовлетворено. При этом немецкое руководство не насторожило то, что ни одна другая страна не согласилась принять псевдогуманитарщика, несмотря на его проверку по линии компетентных ведомств США и Иордании. 7 декабря немецкой стороной была проведена межведомственная спецоперация по вывозу Халида Аль Салиха и его семьи из Иордании с участием МВД, Минобороны и МИД ФРГ. Что самое интересное, был задействован правительственный борт Германии А340М. Как утверждается журналистами, ранее он использовался для полетов канцлера Германии. Удивительная щедрость и удивительное отношение к гостям канцлера в последнее время проявляется после организации такого почетного перелета, информацию о местонахождении одного из главарей белых касок в Германии, естественно, от общественности стали тщательно скрывать. Как, собственно говоря, умалчивают и о героическом прошлом так называемого спасателя, который два года просидел в лагере пиженцев на территории в Иордании в ожидании своей судьбы. Не говорится в статье, был ли почетный кортеж из десятков автомобилей после того, как этот человек приземлился в аэропорту и вышел из самолета, который также торжественно был ему предоставлен. Вот, к сожалению, журналисты до этого не докопались. Но было бы интересно, сколько автомобилей сопровождали этого деятеля. Ну, что можно сказать? Если все эти данные верны, то они вызывают только самое глубокое разочарование. Но не только разочарование мы испытываем. Ему примешивается еще и возмущение политической, моральной неразборчивостью, абсолютно лицемерием Берлина в подходе к борьбе с терроризмом и неспособностью трезво взглянуть на очевидные факты преступной деятельности белых касок в Сирии. Хотя вся информация была предоставлена по самым разным каналам. Слепая поддержка любых сил и лиц, которые были направлены против официального Дамаска, к сожалению, прочно вошла в привычку западных стран. Она, конечно, препятствует скорейшему политическому регулированию в Сирии. Это вызывает глубокое сожаление. Теперь о Украине в нескольких аспектах. Во-первых, 7 декабря, как вы знаете, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на пленарном заседании приняла внесенную Украиной контрпродуктивную и политизированную резолюцию «Проблема милитаризации Республики Крыма и города Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей». Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержала лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, которая насаждается киевскими властями. И согласно этой концепции, якобы Крым – это Украина, а Россия, опять же, якобы оккупирующая держава. И это несмотря на абсолютно неприкрытый нажим, который западные кураторы Киева оказывают на многие страны. Я имею в виду, несмотря на это, несмотря практически на силовые приемы, которые используются для продавливания подобных документов, всего лишь треть государств все это поддерживает. Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов и абсолютно без доказательных обвинениях в адрес нашей страны. Что показательно, никаких консультаций по тексту не проводилось. Можно задать вопрос «почему?», на него я могу дать ответ. Потому что стыдно обсуждать эту агитационную фальшивку. Там обсуждать нечего. И поэтому вместо дискуссии делегациям упорно внушалась мысль, что голосование за этот проект – это якобы подтверждение территориальной целостности Украины. Многие, к сожалению, до сих пор верят в эту насаждаемую чушь. Наша позиция неизменна. Она состоит в том, что вопрос о принадлежности Крыма и города Севастополя был решен в 2014 году. Подчеркиваю, самими жителями полуострова Республика Крыма – город федерального значения. Севастополь является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это решение окончательное. Пересмотру не подлежит. Россия – суверенное государство и на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовать патриотическое воспитание молодежи. При этом украинским властям едва ли стоит рассуждать о некой милитаризации Крыма. Достаточно вспомнить, что в августе текущего года президент Украины похвастался крупнейшим за всю историю незалежности военным бюджетом этой страны, невзирая на ситуацию с коронавирусом, которая больно ударила по экономике страны. Украина не исключение. Еще раз подчеркну, состоявшееся голосование никак не повлияет на решения самих крымчан. Они лишь в очередной раз убедятся в том, насколько правильно поступили в 2014 году, выбрав в соединении с Россией. Еще одна тема, связанная с Украиной, Министерством иностранных дел России, подготовлена очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине. К сожалению, приходится отметить, что в этой стране по-прежнему отсутствуют какие-либо признаки готовности властей разрешить сложившуюся тяжелую правозащитную ситуацию. Более чем закат, который прошел после президентских выборов по большинству ключевых вопросов, в том числе и в гуманитарной сфере, политика новой украинской власти практически не изменилась. Она осталась такой же, как и при предыдущем президенте. Это несмотря на заявление, обещание предвыборного плана. В стране продолжаются системные нарушения, основных прав и свобод человека. Не соблюдается право на свободу, личную неприкосновенность. Имеют место многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, направленного в том числе на принуждение задержанных к признанию вины. Киевские власти не прекращают преследование политических оппонентов, независимых журналистов, медиакомпаний, а также неугодных властям, членов общественных организаций. Нередко в оказании давления на инакомыслящих участвуют радикальные националистические структуры, действующие при абсолютно молчаливом попустительстве властей. И на этом фоне не вызывает удивлений высокий уровень проявления ксенофобии, расизма, антисемитизма, множественных актов фандализма в отношении религиозных, культовых объектов, памятников и так далее. Взяв курс на насильственную коронизацию страны, власти последовательно принимают законодательные акты, которые ущемляют права национальных меньшинств, прежде всего, конечно, русскоязычного населения. И при этом целый ряд этих законодательных актов не соответствуют нормам Конституции самой Украины и международным обязательствам Киева в правозащитной сфере. Особенно ярко это проявляется, безусловно, в образовательном плане. Киевские власти проводят целенаправленную политику фальсификации истории периода Второй мировой войны, оправдания и героизации нацистских преступников, их украинских пособников. Насаждаемые ими среди подрастающих поколений искаженные трактовки исторических событий тех лет и навязывания образов коллаборационистов в качестве, как они говорят, участников национально-освободительного движения и примеров для подорожания, нацелены на долгосрочное культивирование националистического настроя среди широких масс населения. Продолжают действовать, введенные Киевом ограничения социальных и экономических прав внутренне перемещенных лиц, которые бежали из зоны внутреннего вооруженного конфликта на юго-востоке страны, а также гражданского населения, оставшегося в Донбассе. Украинские власти по-прежнему ограничивают их права, используя в качестве оправдания ссылки на необходимость борьбы, как они говорят, с российской агрессией и местным сепаратизмом. Ну а теперь старые песни о главном на русском языке на Украине. Мы обратили внимание на публикацию в блоге украинского офиса американской компании Google. Сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах YouTube. YouTube Music среди десяти самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те досада на русском. Это с точки зрения Киева, мы надеемся, объективные данные. Могут ли в Киеве признать данные американских компаний правдивыми, честными, непередернутыми? Надеюсь, что да. Эти компании вряд ли можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях. Что хочу сказать в этой связи. 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного. Он направлен, этот закон, на тотальную украинизацию всей общественно-политической жизни страны. Мы не раз это комментировали. Так вот, в соответствии с законом, любые попытки введения в стране официального многоязычия признаются действиями, направленными на насильственные изменения или свержение конституционного строя, ни много, ни мало. Документам предусмотрено особое преференциальное отношение к языкам коренных народов, но к таковым украинские законодатели отнесли только крымских татар, крымчаков и караимов. Определенные послабления сделаны и для языков государств Евросоюза. Не знаю, приравняли они их к нацмельничествам или нет. Но русский язык, который в повседневной жизни использует большинство населения страны, подвергается, по сути, двойной дискриминации. Положение данного закона вступает в прямое противоречие с международно-правовыми обязательствами Киева по целому ряду многосторонних документов. Среди них, перечислю еще раз, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Подобные дискриминационные инициативы Киева противоречат и политическим обязательствам Украины. Речь, в частности, о соблюдении положений декларациона о правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным языковым меньшинствам. Также итоговый документ Венской встречи СБСЕ еще в 1986 году. Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года. Доклад совещания экспертов СБСЕ по опросам национальных меньшинств 1991 года. Все это красноречиво для нас и, видимо, не совсем очевидно для западных покровителей Киева, свидетельствует о том, что закон был принят в нарушение правозащитных и конституционных норм. Но самое главное, он был просто навязан украинскому обществу без учета мнения граждан страны. Этот закон и ряд других искусственных и крайне политизированных инициатив официального Киева лишь усугубляют раскол украинского общества и препятствуют урегулированию продолжающегося на Украине кризиса, а также внутреннего вооруженного конфликта на востоке страны. Вернемся к музыке. Результаты музыкального чарта в данном случае это просто показатель. Это лакмусовая бумажка, одно из симптоматичных проявлений данного кризиса. Этот пример подтверждает то, что язык – живой организм. Это часть культуры. Я хотела бы напомнить, что русский язык – один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций – это признанное средство международного общения. Он является мощным фактором мировой культуры, не только классической, но и современной. Русский язык – неотъемлемый элемент повседневной жизни общества всех постсоветских стран, которые сближают народы наших государств. Этот факт просто подтверждается жизнью. Вы помните, по-моему, еще в 2014 году Иосифу Кобзону был запрещен въезд на территорию его родной Украины. Давайте вспомним слова из его песни. Она называется «Песня остаётся с человеком». Ее исполнял уроженец Донбасса Иосиф Кобзон. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Пророческие слова для Киева. Запомните их. И пусть будет вам стыдно за то, что вы не пускали этого человека к себе в страну. За то, что вы запрещаете людям использовать их родной язык. За то всё мракобесие, которое вы устроили вокруг русского языка. Венесуэла. 7 декабря мы разместили на сайте Министерства иностранных дел России комментарии по итогам состоявшихся в Венесуэле парламентских выборов. Хотели бы дополнительно отметить несколько очень важных моментов. Главным результатом прошедших выборов в Венесуэле стало формирование легитимной, еще раз хочу подчеркнуть, в том числе для наших западных партнеров, легитимной законодательной власти на ближайшие пять лет. Народ Венесуэлы ясно высказался в пользу диалога на площадке парламента, избрав в Национальную ассамблею своих законных представителей, начиная с 5 января 2021 года. Они приступят к согласованию пути решения накопившихся в стране проблем. Несмотря на оказанное на венесуэльские власти и народ жесточайшее внешнее давление, выборы прошли в строгом соответствии со сроками, порядком, установленными Конституцией и законодательством, с чем мы их еще раз поздравляем. Ни одной из партий не было отказано в регистрации. То, что отдельные праворадикальные движения не захотели принять участие в электоральном процессе, это их собственное решение, это их ответственность перед избирателями. Участвовавшие в сопровождении выборов более 200 международных наблюдателей из 15 стран мира, среди них Ирландия, Испания, Канада, Колумбия, США, Франция и другие страны, в том числе представители венесуэльской оппозиции, различные НПО, подтвердили отсутствие серьезных нарушений. Российские наблюдатели в составе представителей обеих палат Федерального собрания и посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России в день голосования посетили в общей сложности более 20 избирательных участков и региональные избирательные комиссии. Ими были проведены встречи с руководством всех партий, участвовавших в выборах, включая оппозиционные, которые подтвердили, что необходимые условия для транспарентного демократического избирательного процесса были обеспечены. Терминалы были оснащены оборудованием декталоскопической идентификации личности. Это позволяло исключать повторное голосование. За счет полной автоматизации, технологичности, возможности осуществления проверок на каждом этапе выборов боливарианским властям удалось создать высокоэффективную и надежную систему, которая минимизирует вероятность фальсификации. Нет оснований не доверять этим заявлениям, результатам составившегося голосования. И по меткому замечанию наших наблюдателей, ситуация в Венесуэле далеко не монохромная, как это пытаются представить во многих ангажированных средствах массовой информации. Она многослойная, она неоднозначная, как в любой стране. Нельзя уж это точно объективно судить о положении дел в государстве, находясь далеко за его пределами. Очевидно, что те, кто задолго до проведения венесуэльских выборов заявили о непризнании их результатов, сейчас пытаются просто подогнать реальность под свои заранее сделанные выводы. Мы, кстати говоря, фиксировали попытки заранее не просто повлиять, а оказать серьезнейшее давление, в том числе в информационной среде на Венесуэлу и ее народ. Помните, что некоторые государства призывали Венесуэлу перенести голосование из-за пандемии коронавируса, тем не менее, сами у себя в течение текущего, извините за тавтологию, в течение 2020 года, несмотря ни на что, они выборы провели. Это уже не просто двойная мораль, это проявление дискриминационных подходов, манипулирование принципами, манипулирование правилами, критериями демократических процессов в зависимости от степени лояльности тех или иных правительств. Мы вновь призываем все зарубежные силы отказаться от вмешательства в дела Венесуэлы, дать венесуэльцам самим распоряжаться своей судьбой. Мы видим, что среди европейских и латиноамериканских стран есть те, кто готовы поддержать политическое решение внутри венесуэльских проблем. Президент Венесуэлы со своей стороны сразу после выборов вновь подтвердил готовность к диалогу со всеми секторами оппозиции, как участниками голосования, так и теми, кто по разным причинам решил не участвовать в данном конституционном процессе. Обращаемся ко всем ответственным государствам с предложением оказать венесуэльцам конструктивную поддержку в самостоятельной выработки наиболее оптимального формата общения между властью и оппозицией. Еще одна тема. Несколько, я бы сказала, вопросов, связанных с Организацией обмененных наций, которые я хотела бы сейчас в одном блоке, собственно, и осветить. 4 декабря 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую по своему значению резолюцию, направо сгласила 10 декабря о Днем прав человека. Именно в этот день, в 1948 году, государства-члены Всемирной Организации одобрили всеобщую декларацию прав человека. Заложенная этим документом основа современной международной системы поощрения защиты прав человека переживает сегодня, конечно, серьезное испытание на прочность, охватившие мир. Кризис в связи с пандемией вновь подчеркнул, я бы сказала, вскрыл целый ряд проблем, целый пласт глубинных нерешенных вопросов, в числе которых глубокое социальное расслоение внутри стран, связанный с ним разный уровень социальной защищенности населения, нарастание разобщенности между государствами и неготовность некоторых из них поступить со своими сиюминутными корыстными интересами ради позитивной объединительной повестки дня подлинного международного сотрудничества. Россия последовательно отстаивает принципы верховенства международного права, коллективных начала международных отношений, включая вопросы поощрения и защиты прав человека. Мы убеждены, что реальный прогресс в деятельности международного сообщества в области прав человека может быть достигнут только на основе взаимоуважительного диалога и укрепления доверия между государствами. Именно равноправное сотрудничество, готовность к взаимному учету интересов и поиску компромиссов может стать реальным фактором, способствующим сближению различных государств, региональных политических объединений, укреплению климата доверия и взаимного уважения в вопросах поощрения и защиты прав человека. 13 октября в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация в очередной раз была избрана в состав Совета ООН по правам человека наперед с 2021 по 2023 года. Участвуя в работе этого ключевого международного правозащитного органа в качестве полноправного члена, Россия продолжит вносить весомый вклад в содействие развитию конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере, укреплению международного режима соблюдения прав человека на основе справедливости, равноправия в соответствии с целями, принципами, которые закреплены в Уставе ООН. Россия заинтересована в том, чтобы Совет был эффективным, действенным инструментом поощрения и защиты прав человека во всем мире, а его работа строилась на принципах универсальности, неизбирательности, объективности, равного отношения ко всем категориям прав человека, уважения к культурному и цивилизационному разнообразию. Именно на достижение этих целей будут направлены усилия российской страны в Совете ООН по правам человека в ближайший трехлетний период. А вот 11 декабря Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, отмечает 74-ю годовщину со дня своего основания. ЮНИСЕФ, напомню, признается ведущей организацией системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы Фонда охраны здоровья матери и ребенка, обеспечения развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей, детей в чрезвычайных ситуациях, которые возникают в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями. Наша страна является давним и надежным партнером Фонда, активно сотрудничая с ним в области оказания содействия и развития государств партнеров. В сентябре прошлого 2019 года стратегический характер отношений нашей страны и Детского фонда был закреплен в меморандуме о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ. Указанный документ призван вывести сотрудничество России и Фонда на качественно новый уровень в приоритетных для России областях в контексте оказания помощи заинтересованным государством. И 14 декабря международное сообщество ответит 60-летний юбилей Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Он также известен как Декларация о деколонизации. Это, безусловно, важнейший исторический документ. Он придал мощный импульс процессу обретения независимости колониальными территориями, провозгласил необходимость скорейшего и безоговорочного искоренения колониализма. В общем-то, этот документ изменил все на нашей планете. Реализация Декларации привела к освобождению из-под колониального гнета порядка 750 миллионов человек. А это в то время составляло около трети населения Земли. А также кардинальному изменению политической карты мира и появлению более 80 новых государств в Африке, Азии, Латинской Америке и Океании. Декларация – это одно из самых значимых достижений в деятельности Организации Объединенных Наций. Ее проект был внесен на рассмотрение 15-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября 1960 года советской делегации. Мы гордимся тем, что документ был разработан и принят по инициативе Советского Союза. Россия продолжает начатое Советским Союзом дело по продвижению деколонизационного процесса, в том числе через активное участие в работе спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации и других органов системы Всемирной Организации, занимающихся вопросами реализации декларации деколонизации. Вместе с тем мы вынуждены констатировать, что хотя большинство колониальных территорий к сегодняшнему дню уже получило независимость, этот процесс нельзя считать завершенным. В мире по-прежнему насчитывается 17 не самоуправляющихся территорий с населением более полутора миллионов человек, которые так и не смогли реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение, в том числе по причине сохранения имперских амбиций у бывших митрополий. В процессе деколонизации давно была бы поставлена точка, если бы не искажение или искаженная трактовка узкой группой западных стран, основополагающих нормы и принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций. Утверждение о том, что оставшиеся не самоуправляющиеся территории по определению не смогут выжить в качестве независимых государств или что их нынешний статус отвечает воле коренного населения, далеко не всегда соответствует действительности. Мы убеждены, что жители указанных территорий обладают неотъемлемым правом самостоятельно определять свое будущее. Сегодня многие наши западные партнеры, которые имеют исторические связи с африканским континентом, предпочитают не вспоминать о прошлом, о том, что во многом коренятся проблемы современной Африки, не рассматривать эти проблемы, не допускать даже какого-либо серьезного анализа этих вопросов. Мы считаем недопустимым забывать о трагическом периоде колониализма, равно как и закрывать глаза на неоколониальную практику. Она продолжается и по сей день. Деятельность Организации Объединенных Наций на деколонизационном треке остается предельно востребованной. Мы рассчитываем, что Всемирная Организация продолжит оказывать всестороннее содействие в завершении указанного процесса, а государства-члены активизируют усилия для скорейшего достижения этой цели. Со своей стороны, готовы и впредь делать все возможное для того, чтобы с остатками колониализма на планете было покончено. Соединенные Штаты Америки, мы обратили внимание на принятые Конгрессом США очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенному в России, ужесточить санкции в отношении отечественных граждан и организаций, якобы причастных к вмешательству в американские электоральные процессы. Хотя указанные документы не носят юридически обязывающий характер, вызывают, конечно, сожаление, что законодатели на Капитолии, даже в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране, в США, да и в мире в целом, продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях правочеловеческой сферы и в попытках оказания влияния на внутренние дела США. Вместо того, чтобы найти ответы на волнующие американцев вопросы, как им жить дальше, как преодолеть глубинные противоречия в обществе, раскол общества, вот американские законодатели все время пытаются покопаться в том, что к ним, в общем-то, не относятся, каким-то образом найти ответы на вызовы и на вопросы собственного общества за рубежом, при этом постоянно используют тему России. Мы неоднократно комментировали подобные инсинуации, мы отмечали откровенно сфабрикованный характер этих голословных, циничных обвинений, с которыми просто нет ни базы, ни доказательств. Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы, продукт американской внутренней кухни, это фобия, это болезнь. Мы все же не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты, в конце концов, уйдут в небытие, а их авторы перестанут оторвлять атмосферу двусторонних отношений. Напомню, диалог Москвы-Вашингтона давно пора вернуть в более конструктивное русло, собственно, в интересах поиска совместных решений, действительно серьезных глобальных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество. Мы к этому готовы. Пример такого взаимодействия у нас есть. О них я скажу чуть позже, сразу после еще одного неконструктивного шага со стороны Вашингтона. Так вот, подписанный президентом США так называемый акт Родченкова предусматривает уголовное преследование причастных к международному сговору за допинговой махинацией на соревнованиях с участием американских спортсменов. Как вы знаете, все это вызвало общественный резонанс в спортивных и околоспортивных кругах. Все это, естественно, скрывается под некими высокими лозунгами, стремление к некой справедливости, такой, знаете, идеальная цель. Что же мы видим на самом деле? Мы не раз высказывались на эту тему. Хочу добавить буквально, что не только в нашей стране, но во всем мире здравомыслящие коллеги считают этот закон абсолютно политически мотивированным, так как экстерриториальное применение американского законодательства в отношении зарубежных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую мировую антидопинговую же систему. Очевидно, что распространяя свою юрисдикцию на другие страны США, пытаются приобрести просто дополнительные рычаги давления на спортивные и антидопинговые структуры, чтобы обеспечить преимущество для своих атлетов. Не имеет никакого отношения все это к чистоте спорта, к борьбе с допингом и вообще ни к чему, что связано со словом «справедливость». Последствия могут быть, конечно, плачевными для всего международного спортивного сообщества. Это дублирование, это подмена антидопинговых правил ВАДА может привести к полному хаосу в мировом спорте, и в этом случае вся полнота ответственности за разрушение международного спортивного движения будет лежать именно на Соединенных Штатах Америки. Теперь о том самом хорошем примере взаимодействия с Вашингтоном, которое все-таки у нас имеется. С 30 ноября по 4 декабря состоялся очередной раунд ежегодного российско-американского форума общественно-политических, академических и деловых кругов «Диалог Форт-Росс». В этом году мероприятие было впервые организовано на основе виртуальной платформы в онлайн-формате. С российской стороны в видеоконференции приняли участие посол России в Вашингтоне господин Антонов, заместитель министра иностранных дел России господин Рябков, губернатор Вологодской области господин Кувшинников, с американской стороны вице-губернатор Калифорнии госпожа Конал Лакис, бывший старший заместитель госсекретаря США госпожа Гитта Мюллер. На открытии форума было объявлено о награждении бывшего губернатора Калифорнии господина Брауна. Он внес большой вклад в сохранение объектов нашего культурно-исторического наследия в США, включая развитие музея-заповедника Форт-Росс. Так вот, его наградили медалью Министерства иностранных дел России за содействие в укреплении мира. В ходе пленарных дискуссий обсуждалась проблематика стратегической стабильности, контроль над вооружениями, перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической области, в сфере здравоохранения, развития межрегиональных связей и контактов между людьми. Несмотря на, мягко говоря, непростую ситуацию в двусторонних отношениях, диалог Форт-Росс продолжает оставаться авторитетной диалоговой площадкой для обмена мнениями, что отражает значительный интерес общественных кругов России и США к углубленному обмену мнениями и конструктивному взаимодействию. Французские средства массовой информации нас не порадовали. Два сюжета в этой связи. Наши недоумения вызвали слова президента Франции в интервью изданию «Жен Африк» 20 ноября о якобы подпитке России антифранцузских настроений в странах Африки. Честно говоря, какое-то время у нас ушло на то, чтобы проверить достоверность этих цитат, материалов. Удостоверились, проверили и рассматриваем это как попытки переложить ответственность за ситуацию на континенте с больной головой на здоровую. Франция, как и другие европейские державы, владела, напомню, колониями в Африке на протяжении столетий. И столько же времени там формировалось отношение к метрополии. Позже, в постколониальный период, Париж проводил политику, известную как «Франц-Африк», собственно, удерживая получившие независимость африканские государства в сфере своего влияния, в сфере влияния Франции. Именно этим, а не неким вымышленным поиском врагов или происками третьих стран, там объясняется недовольство и обида, которые народы Африки испытывают по отношению к Франции. Мы здесь ни при чем. Хотели бы в этой связи подчеркнуть, что отношения России со странами африканского континента складывались на базе совершенно других исходных условий. Частично я об этом уже сказала, рассказывая о процессе деколонизации, о тех документах, которые были инициированы нашей страной в Организации Объединенных Наций. На протяжении своей истории наша страна не имела клоний в Африке. Возможно, об этом не знают во Франции. Более того, Советский Союз, а теперь и Россия, оказывали самую активную помощь африканским государствам в преодолении последствий колониализма, в укреплении суверенитета, национальных экономик, в строительстве инфраструктуры, а также в укреплении их позиций на международной арене. Россия будет продолжать наращивать сотрудничество с Африкой. В этой области открыто партнерство со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому мы будем бороться с подобными примерами дезинформации. Еще одна статья на сей раз Лемонт. Называется «Холодная дипломатия». Петр Смоляр. Что же он написал 5 декабря? Он рассуждал об отношениях между Россией и Францией. Дело благородное. В статье она насыщена цитатами действующих и бывших политических лидеров, политиков, дипломатов. Так как бы между дел, но достаточно однозначно, заявляется о наличии якобы неопровержимых научных данных в так называемом деле Навального, на основании которых Берлин и пригнувший к нему Париж инициировали новый пакет односторонних ограничений Евросоюза против России. С ЕСовскими санкциями, которые, к слову, нелегитимны с международно-правовой точки зрения, все понятно. Но вот что действительно вызывает интерес, так это наличие у автора неких, неких, еще раз подчеркну, это прямая цитата, неопровержимых научных данных. Не очень понятно, у кого в итоге они имеются, эти неопровержимые научные данные. Российской стороне эти сведения так и не были предоставлены. Ни эти сведения, неопровержимые научные данные, ни какие-либо другие опровержимые научные данные. Ничего вообще в принципе российской стороне из сферы того, что можно назвать научными данными, передано не было. И это несмотря на многочисленные официальные запросы. Насколько нам известно, не поделились такой информацией и со странами, членами ЕС, я имею в виду Берлин. Раз сведения доступны французским журналистам, а раз они имеются в распоряжении газеты Le Monde, может быть, настало время предъявить их мировому сообществу, не стесняйтесь, опубликуйте неопровержимые научные данные, на основе которых вы делаете подобные утверждения, на основе которых вы пишете подобные статьи. Мировое сообщество до сих пор блуждает в потемках относительно обстоятельств этого очень странного дела. Возможно, редакция Le Monde направит свои секретные данные в ряд западноевропейских столиц, которые до сих пор живут под лозунгом «Hally likely», «almost certainly». Возможно, после материалов направлено газетой Le Monde о нем будут работать с большей уверенностью, и она будет приближаться к стопроцентной. Собственно, так все и узнают, что же на самом деле произошло и с Навальным, а может быть, заодно получится понять, что же происходит со Скрипалями. Ждем, мы ждем какой-либо реакции от Le Monde. Ждем 24 часа в сутки. Отправьте нам, пожалуйста, эти неопровержимые научные данные. Двадцатка. 1 декабря, как вы знаете, Италия заняла пост председателя группы 20. Это произошло в чрезвычайно сложный период. Международная солидарность проходит испытания на прочность. Кому, как не Италия, не Италия об этом знать. Необходим скоординированный ответ на глобальные вызовы группы 20 создавалась как действенный механизм для преодоления кризисов в мировой экономике. Сегодня мы стоим перед лицом еще более серьезной угрозы. Коронавирус уже унес жизни тысяч людей, привел к росту безработицы, которая особенно серьезно затрагивает положение женщин, молодежи, малого-среднего предпринимательства. На карту поставлен многолетний прогресс в области устойчивого развития, в том числе в таких ключевых областях, как борьба с бедностью и голодом. Солидарность с итальянскими партнерами в том, что сейчас главное – остановить пандемию, вновь поставить мировую экономику на прочные рельсы уверенного, сбалансированного и инклюзивного роста на базе межгосударственных договоренностей и многосторонних механизмов. Мы разделяем приоритеты итальянского председательства в группе 20-21 году, но сформулировано так – «Люди – планета процветания». Отмечаем особую актуальность укрепления систем здравоохранения в контексте угрозы пандемии. Необходимо продолжать работать в целях эффективной реализации Парижского соглашения и повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года. Настроены на скорейшее обеспечение всеобщего доступа к вакцине против коронавируса, дальнейшего наращивания научно-технической производственной кооперации в этой сфере на базе российских разработок, включая поставки в ближайшее время отечественного препарата «Спутник Ви». Убеждены в том, что восстановление мировой экономики будет нуждаться в рациональном использовании всех источников энергии, повышении их ресурса эффективности и экологичности, применении в этих целях таких перспективных инструментов, как утвержденное на последнем саммите группы 20 с 21 по 22 ноября. Он проходил концепцию углеродной экономики запнутого цикла. Мы придаем ключевое значение восстановления функционирования глобальных производственных бытовых цепочек и открытого характера международной торговли. И в этой связи отмечаем очевидную востребованность, выдвинутой в марте текущего года президентом России инициативы о введении в торговле товарами первой необходимости зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций. Нацелены на продолжение взаимодействия в группе 20 по таким актуальным темам, как укрепление потенциала и необходимая реформа ключевых глобальных институтов, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения, в том числе в интересах повышения роли стран с формирующимися экономиками в их механизмах управления. Отмечаем совпадающие позиции по международной антикоррупционной повестке. Ключевым приоритетом воспринимаем продвижение в следующем году российской инициативы в области защиты прав потребителей в цифровой экономике, которая может внести и значительный вклад в эту работу в рамках группы 20 Организации экономического сотрудничества и развития. Прогресс на данном направлении придаст дополнительный импульс развитию электоральной коммерции в постковидный период, расширению международных связей, малого, среднего предпринимательства, сокращению рисков для клиентов цифровых платформ. Еще одна важная тема, связанная в том числе с годовщиной 14 декабря, исполняется 25 лет со дня подписания в Париже общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, одним из государств-гарантов, которого является наша страна. Четверть века назад совместными усилиями международного сообщества был остановлен вооруженный конфликт. Он сотрясал Боснию и Герцеговину и, в общем-то, весь регион Балкан с 1992 года стоил десятков тысяч человеческих жизней, заставил сотни тысяч мирных жителей покинуть свои дома, привел к уничтожению тысяч памятников культур, жилых, промышленных и религиозных объектов. Заложенные в Дейтонско-Парижском соглашении принципы сохраняют актуальность и сегодня. Именно они гарантируют права интереса народа в Боснии и Герцеговине, ее антитентов Федерации ПИК и Республики Сербской являются залогом стабильности, безопасности, всестороннего социально-экономического развития этой многонациональной страны. Российская Федерация всецело поддерживает основополагающие дейтонские постулаты внутренней организации Боснии и Герцеговины и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми внутренними и внешними участниками. Мы убеждены, что ключом к выстраиванию подлинного национального примирения в Боснии и Герцеговине являются взаимоважительный внутрополитический диалог, компромисс, консенсус при полном соблюдении принципа невмешательства извне. Попытки разрушить дейтонскую архитектуру Боснии и Герцеговины какими бы целями они не мотивировались, чреваты самыми серьезными последствиями. Япония, даже не столько Япония, сколько тематика Южно-Курильских островов, мы не могли не отреагировать на тот факт, что вопреки санитарно-эпидемическим ограничениям Японии в связи с пандемией официальной структуры этой страны провели с 1 по 3 декабря на одном из крупных вокзалов Токио очередную выставку, посвященную Южно-Курильским островам. В ходе мероприятия вновь были предприняты тщетные попытки обосновать незаконные японские притязания на упомянутые российские территории. Как утверждали организаторы, выставка носила просветительский характер. Однако на деле ее содержание имело мало общего с историческими реалиями. среди экспонатов, например, не нашлось места карте сосредоточения на южных Курилах японской военно-морской эскадры, совершившей в декабре 1941 года вероломное нападение на Перл-Харб. Не было на ней фотографий церемонии подписания как закономерного итога развязанной Японией войны на Тихом океане акта о капитуляции 2 сентября 1945 года. Весьма показательно, что эта окончательная точка во Второй мировой войне осталась незамеченной именно в нынешнем году, когда весь мир отмечает 75-летие со дня ее окончания. А главное же, о чем забыли организаторы, это я имею в виду главное с точки зрения сегодняшнего дня, это суверенитет нашей страны над Южными Курилами. Он закреплен в том числе уставом организации объединенных наций. Мы убеждены, что этот документ должен был встречать посетителей выставки в качестве основного экспоната. Это урок на будущее. Тоже одна из региональных тем в рамках выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России 4-5 декабря провел совместное учение судами ВМС Республики Индия. Российскую сторону представили флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», большой противоволочный корабль адмирал Пантелеев и средний морской танкер Печенга. От ВМС Индии привлекались фрегат «Шивалик» и корвет «Кадмат». В ходе практических действий моряки России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. И еще одна прекрасная новость. 9 октября в черногорском городе Биране открыт бюст выдающемуся полководству маршалу и четырежды Героя Советского Союза, кавалеру многих советских и зарубежных наград Георгию Константиновичу Жукову. Памятник изготовлен российскими мастерами в городе Краснодаре в рамках проекта «Аллея российской славы» установлен в городском сквере. В торжественной церемонии открытия приняли участие посол России в Черногории господин Масленников председатель общины Биране Чекич. Среди почетных гостей присутствовали также епископ сербской православной церкви и другие официальные лица. После открытия бюста состоялась встреча российского посла с руководством муниципалитета в ходе этого мероприятия российский посол вручил черногорским партнерам от имени Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту нашей страны благодарности за активный вклад в реализацию данного проекта. Посольство выражает благодарность жителям и руководству муниципалитета за последовательную работу по установке бюста маршалу Жукову, который без сомнения станет символом уважения и дружбы народов России. Черногория будет служить напоминанием будущим поколениям о подвигах людей в борьбе с фашизмом во имя мира и свободы. Россия Мексика 11 декабря исполняется 130 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. История двустороннего сотрудничества насчитывает немало ярких страниц пронизанных духом взаимноуважения и симпатии. Обычно в связи с такими знаковыми датами Министерство иностранных дел нашей страны реализует ряд крупных выставочных мероприятий. Но текущая ситуация вносит свои коррективы, пандемия, коронавирусы. И так тематическая экспозиция подготовлена в электронном виде и размещена на сайте Министерства иностранных дел России. Она включает в себя основополагающие документы, редкие исторические кадры, иные материалы из фондов архива внешней политики России. Они отражают наиболее яркие страницы из истории двустороннего взаимодействия. Открывают выставку тексты поздравительных посланий, тематических статей министров иностранных дел наших стран, а также видеообращения заместителей министров иностранных дел России и Мексики. Мы приглашаем всех желающих ознакомиться с виртуальной экспозицией. Еще одна тема. 11 декабря Муркинов фасос, который Россия традиционно поддерживает дружественные связи, отмечает главный государственный праздник, день разглашения республики. Народ этого государства прошел непростой путь, прежде чем обрел независимость. Колонизация верхней французскими колонизаторами французами началась в конце XIX века, фактически продолжалась более полувека. Вскоре после окончания Второй мировой войны в стране поднялось движение за получение статуса национальной автономии. А в сентябре 1947 года Верхняя Вольта вошла в состав Французской Западной Африки. А вот 11 декабря 1958 года была образована Автономная Республика Верхняя Вольта в составе французского сообщества. Независимость государства была проглашена 5 августа 1960 года. Современное название страна получила в 1984 году. Сегодня Буркина Фасу несмотря на ряд объективных трудностей в том числе в сфере безопасности последовательно продвигается по пути социально-экономического развития. Принимаются меры с целью оздоровления национальной экономики, улучшения жизни населения. Сердечно поздравляем наших друзей с Днем про разглашения Республики. Желаем им мира, благополучия и, конечно, процветания. И 12 декабря Республика Кения отмечает 57-ю годовщину про разглашение независимости в 20-х годах 20-го же столетия в Кении, бывшей тогда британской колонии, зародилось организованное политическое движение африканцев, а с конца 40-х годов началось стихийное антиколониальное движение. Оно переросло позднее вооруженное восстание. В январе-марте 1960 года в ходе состоявшейся в Лондоне конференции с участием представителей британского правительства и всех расовых групп колонии было принято решение о постепенной передаче власти в Кении африканскому большинству. В 1963 году на выборах в Национальное собрание страны большинство мест получил созданный тремя годами ранее Национальный союз африканцев Кении. Он в июне 1963 года сформировал первое правительство африканского большинства, а 12 декабря 1963 года Кения стала независимым государством. 14 декабря 1963 года между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Высоко ценим традиционный дружественный характер связей между Россией и Кенией. Активно развивается политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровне. Поддерживаются плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Совершенствуется договорно-правовая база нашего взаимодействия. Мощный импульс двустороннему сотрудничеству придала встречу президента Российской Федерации и президента Республики Кения на полях саммита России и Африки в октябре прошлого 2019 года в Сочи. Поздравляем наших кенийских друзей с национальным праздником. Выражаем уверенность, что традиционные отношения дружбы сотрудничества между Москвой и на Европе продолжат и далее успешно развиваться на благо народов наших стран в интересах мира и стабильности в Восточно-Африканском регионе. И еще одна тема. Буквально накануне, даже не накануне, перед брифингом, я увидела заявление Минодел Латвии Ренкевича о том, что задержание Службы безопасности Латвии русскоязычных журналистов связано якобы не с ущемлением свободы слова, а с соблюдением так называемых санкций. Вы знаете, в конце концов и господин Ренкевич и все, кто участвовали в этой карательной операции, да перестаньте же врать. О чем таком вы говорите? О каких таких санкциях? Прекратите вводить в заблуждение, прекратите говорить неправду. Раз вы проводите карательные операции, будьте добры отвечать за свои поступки и перестаньте прикрываться тем, что не соответствует действительности. Это систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ. При чем тут санкции? Наберитесь мужества и скажите, что вы выдавливаете средства массовой информации, которые вам не нравятся из вашего медийного пространства. Вы выдавливаете русский язык из информационного пространства своей страны. Под любым надуманным предлогом Рига ведет настоящую атаку на все, что связано с российским, русским и так далее, и так далее. Постоянному притеснению подвергаются российские журналисты. Скажите об этом прямо, мы об этом говорим. Прекратите прятаться все время за чужие спины. Найдите в себе мужество вести, раз вы начали эту политику, за нее отвечать. напомню, заблокирована ретрансляция семи каналов группы Russia Today. Утверждены поправки в закон об электронных СМИ, о языковых квотах на телевидении, в соответствии с которыми пропорция программ на остальных языках будет ограничена 20% от общего объема вещания, дискриминируя ту часть населения, а это порядка 40%, которые предпочитают вещание на русском. Вы удушили первый балтийский канал, при чем тут санкции? И врут, и врут, бесконечно. Мы считаем недопустимой ссылку на противоправные односторонние ЕСовские ограничительные меры в оправдание неприкрытой цензуры, а именно ее латвийские власти осуществляют ущерб собственному народу и в нарушении их международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений и плюрализма средств массовой информации. Да, есть поступки безобразные, но еще более безобразно не уметь за них отвечать. И на этой мажорной ноте я готова ответить на ваши вопросы. Есть ли у нас подключенные журналисты? Да, есть. Пожалуйста, общественное телевидение Армении, есть ли с нами сегодня? Секундочку, нужен звук. Слышно? Очень хорошо вас слышно. Добрый день, Мария Владимировна. Общественное телевидение Армении, Мария Горян. Договоренности глава Армении, России и Азербайджана от 9 ноября по Карабаху предусматривают разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе. Органы пограничной службы России будут контролировать транспортное сообщение. Какие продвижения есть в вопросе разблокирования? И второй вопрос, если позволите. Олег, выступая на параде сегодня в Баку, заявил, что Ереван, Зангизур и Севан исторические земли Азербайджана. А турецкий лидер вспомнил Эмвера Пашу. Напомню, что Эмвер Паша является одним из организаторов генназида армян. Как вы оцениваете такие антиармянские ксенопробские заявления на фоне трехсторонного заявления о 9 ноября? Спасибо. Первый ваш вопрос. Действительно, согласно пункту 9 заявления лидеров трех стран от 9 ноября разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Хичеванской автономной республики с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Также было условлено, что по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, которые связывают Нахичеванскую автономную республику с основной территорией Азербайджана. Как вы понимаете, разблокирование экономических связей, строительство новых коммуникаций это процесс длительный, в него необходимо вовлечь многие профильные структуры и главные вопросы будут при этом решаться властями Армении и Азербайджана, которые, насколько нам известно, сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие в ходе постконфликтной фазы проблемы. Наиболее перспективным направлением сегодня выступает восстановление железнодорожного сообщения. При содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков железнодорожной инфраструктуры в Нахичеванской автономной республике, а также на прилегающей границе железнодорожных линиях в Армении. Что касается заявлений, возможно, они были сделаны в момент, когда брифинг уже шел, я не видела оригинала, я могу сказать в целом. Мы исходим с того, что ситуация в регионе очень непростая, очень много усилий было сосредоточено на том, что на то и на том, чтобы вернуть ее в мирное русло, остановить вооруженные боевые действия, для того, чтобы усадить и стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по возвращению беженцев, восстановлению инфраструктуры, созданию предпосылок и условий для нормализации жизни в этом регионе во всех сферах. Эта работа чрезвычайно кропотливая. И мы исходим из того, что политические заявления должны способствовать именно этим процессам. Очень много усилий было потрачено, очень много сил было вложено в это. И давайте помнить, что очень много жизней было отдано. Ни одни политические заявления не должны все это перечеркнуть. Пожалуйста, да, и вы знаете, я бы еще хотела прервать нашу с вами сессию ответов на вопросы, потому что есть чрезвычайно хорошая новость. Я хотела бы сказать, что сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и по странам Африки, заместителя министра иностранных дела России господин Богданов с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии. Собственно, стороны обменялись мнениями и, сославшись на ранее достигнутую договоренность, наши партнеры сообщили о состоявшейся в аэропорту Триполи передаче представителю Министерства иностранных дел России бывшему послу России в Ливии господин Молотков российских граждан Шугалея и Суэфана. Они, напомню, удерживались в заключении на территории Ливии с мая 2019 года. С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей и высказано признательность всем тем, кто оказывал содействие освобождению российских граждан. вы, наверное, понимаете, почему я прервалась на эту новость, потому что она по-настоящему благожданная. Итак, готова отвечать далее на ваши вопросы. Есть ли у нас телеканал Дождь на связи? Да, на связи. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Валерия Ратникова, телеканал Дождь. Вот что хотел спросить. Накануне стало известно о том, что Конгресс США все-таки одобрил расширенные санкции для Северного потока-2. Это, конечно, не сюрприз, но так или иначе в МИДе тоже комментировали. Замглавы МИД вчера сказал, что не сомневается в продолжении строительства этого трубопровода. Но год назад вот эти санкции фактически приостановили строительство, хотя он был закончен на 90%. В связи с этим хочется понять, как МИД видит продолжение этого строительства конкретно. И если Россия собирается отвечать на этот шаг, то каким образом, если уже какой-то план действий конкретных, что они думают о том, Мне кажется, вы, собственно, ответили на свой вопрос, уже процитировав представителя Министерства иностранных дел, который сказал о том, что планы по строительству не будут нарушены. У нас есть и программа реализации этого проекта, у нас есть конкретные шаги, которые должны быть предприняты, которые будут предприняты по цели, опять же, воплощения в жизнь данного проекта. Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна. Это и принятие санкций, и введение стоп-листов, и ограничительные меры в отношении представителей бизнеса, и компаний нашей страны. Это политические заявления агрессивного характера, это и недружные действия в отношении нашей страны, нашего государства, в отношении нашего народа. Все возможности, которые только можно, которые только в принципе теоретически можно было себе представить, Соединенные Штаты Америки задействуют. Зачем? Я уже сказала, говорила неоднократно, говорили российские представители на всех уровнях, называют это политикой сдерживания. Почему она реализуется? Потому что во многих сферах Соединенных Штатов Америки не могут выдерживать конкуренцию на основе общих правил ведения бизнеса, ведения соревновательной нормальной здоровой и конкуренции, и взаимодействия. Они не могут более выдерживать эту конкуренцию на тех основаниях, которые закреплены, прописаны, которые являются равными. Для этого им нужно создать ограничительные, искусственные ограничительные меры, искусственные ограничители для целого ряда государств. Начали глобально с нашей страны, сейчас, как вы видите, подобная политика ведется в отношении Китая, по целому ряду других проектов, по целому ряду других, или в отношении целого ряда других сфер, экономики, науки, техники и так далее. Еще раз повторю, политика сдерживания, политика введения искусственных ограничений, которые должны затормозить либо международную деятельность, либо не допустить внутреннего развития, и так далее. Вот и все. Как на это отвечать? Насчет ответа хотел бы выточнить. Ну, вы понимаете, наш ответ это в первую очередь реализация того проекта, который был разработан, который имеет четкую международную правовую основу, который легитимен, который не нарушает никаких обязательств, который согласован со многими международными участниками. Это, наверное, главный ответ. Мне кажется, по-моему, это очевидно. Есть ли еще у вас вопросы? Сейчас я посмотрю, кто у нас из присутствующих здесь. Реа Новости есть ли с нами? Да, здравствуйте. Светлана Берила, Реа Новости. Вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект, который является ответом на цензуру против российских СМИ со стороны американских соцсетей платформ. Можно вас попросить прокомментировать эту инициативу? И у нас еще один вопрос. Как бы вы прокомментировали заявление Майи Санду по теме дальнейшей судьбы боеприпасов, которые находятся на складах в населенном пункте Приднестровского района Колбасно. Они еще обсуждались в ходе визита российской делегации военного ведомства в Кишинев в 2019 году. А что касается первого вопроса, мы комментировали много, я готова ответить еще дополнительно. Мы приветствуем принятие Государственной Думы федерального законопроекта о внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях, защите информации и федеральный закон о мерах воздействия на лиц причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина Российской Федерации. Почему мы приветствуем? Потому что мы убеждены и мы об этом много раз говорили, да вообще не столько говорили, сколько уже даже призывали каким-то образом ответить на законодательном уровне. Мы считаем, что это своевременная и обоснованная мера реагирования на недобросовестное поведение американских соцсетей, видеохостингов, которые в одностороннем порядке, в произвольной форме занимаются политическим цензурированием аккаунтов российских средств массовой информации. Очевидно, что для успешного противодействия, противостояния произвола американских IT-гигантов, изначально превращающихся в, может быть, изначально как раз не созданных для этого, но сейчас превращающихся на наших глазах в геополитическое оружие по отстаиванию американских интересов, было просто не обойтись без тщательного анализа и корректировки национального законодательства и правоприменительной практики. Мы долго призывали, мы долго уговаривали, мы долго просили одуматься, не делать всего того, что делается в отношении российских СМИ, вернуться в луна некой правовой реальности, я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и наших вообще, в принципе, западных партнеров, и регуляторов, и так далее. Но, в общем, давно назрела необходимость введения более эффективного регулирования деятельности сфоровых платформ с целью соблюдения ими фундаментальных международных правовых норм, которые касаются свободы слова, выражения мнений, прежде всего, уважения прав и интересов российских граждан на доступ к информации, прав СМИ на ее беспрепятственное распространение. Право на свободу убеждений и на свободное выражение и свободный доступ к информации и ее распространению зафиксировано в статье 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Право на свободу мнения и выражения в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1976 года. И не надо забывать, что подписав Хельсинский заключительный акт СБСЕ в 1975 году, документы Венской встречи СБСЕ 1986 года, Копенгагенского форума 1990 года, Московского совещания 1991 года, конференции по человеческому измерению СБСЕ, государства-участники обязались это обязательно с точки зрения их выражения их воли. Так вот, они обязались облегчать более это цитата, кстати говоря, облегчать более свободное распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество и обмен информацией с другими странами, улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике. Конец цитата. Так вот, в ходе над совершенствованием отечественного законодательства в области регулирования деятельности медиаплатформ его авторы учли упомянутые выше обязательства стран-участниц ОБСЕ, а также использовали опыт наших зарубежных партнеров в этой сфере. А если говорить проще, то что произошло? Нас все время пытались вытеснить из медийного мирового пространства, используя для этого надуманные предлоги, то есть безосновательно обвиняя в нарушении неких правил платформ, правил сообществ, не объясняя причин. Нас все время пытались выпроводить из международного информационного пространства, в том числе потому, что опять же наши западные партнеры перестали выдерживать конкуренцию. Они раньше доминировали, они были единственными, кто мог себе позволить вещание в глобальном масштабе и навещание, в том числе в глобальном масштабе, они не привыкли к конкуренции на основе общих правил, которые сами же разрабатывали. Они считали, что один раз выработав все эти правила, более никто не сможет им составить конкуренцию, и они будут доминировать, в том числе в связи с финансовым обеспечением своих средств массовой информации, в связи с технологическим отрывом. А сегодня всего этого уже нет. И самое главное, сегодня совершенно иные технологии, сегодня совершенно иные факторы могут обеспечивать вот такой, знаете, может быть, не победу, но достойную конкуренцию. Не все решается только деньгами, не все решается исключительно технологическим преимуществом, но решается только за счет фактора объективного освещения новостей. Люди имеют возможность через интернет подключаться к различным источникам информации, сравнивать и анализировать ее. Люди прекрасно понимают, что мейнстрим это мейнстрим, что он занимает определенную точку зрения, не дает разнообразную картину, и они ищут более интересные, более актуальные, более объективные источники информации. В частности, они находят их на платформе российских средств массовой информации. Этого наши западные партнеры во многом вынести просто не смогли, и руками компаний, IT-компаний, частных компаний начали просто выживать нас из медийного пространства. Собственно, на это и направлены все те поправки на недопущение подобного и на пресечение или в качестве ответных мер они и вырабатывались. Так, есть ли у нас NBC? Если у нас NBC нет, то я могу задать себе вопрос. Они спрашивали о том, что Национальная академия наук США выпустила доклад о возможных причинах неоднократных неврологических заболеваний среди сотрудников американских дипломатических миссий, которые работают на территории России Куба и Китая. Одной из таких причин академия называет использование оружия направленного микроволнового воздействия, способного вызывать повреждения слуха и иные болезненные симптомы. Как бы вы могли прокомментировать предположение о том, что Россия могла использовать подобное оружие против американских дипломатов официальных лиц? Много раз подобные конспирологические материалы в СМИ мы комментировали. Сейчас вот доклад. Готова сказать, что нерасполагаем информация о наличии в России как тут написано оружие направленного микроволнового воздействия, тем более о случаях его практического применения. Подобные, как мы считаем, провокационные и неподкрепленные фактами домыслы и фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве серьезного повода для комментариев в принципе. Если у нас Москва-Баку, Москва-Баку нету, Москва-Баку нет, тогда я возможно задам опять же за них этот вопрос. Как вы можете прокомментировать ситуацию с возвращением так называемых исторических азербайджанских беженцев, кстати говоря, мы на эту тему говорили в прошлый раз, вынужденных переселенцев, которые были изгнаны из Карабах в начале 90-х в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом, начались ли уже обсуждения по вопросам механизмов возвращения Нагорно-Карабах и семь прилегающих районов. Что я могу сказать, устойчивое прекращение огня, которого удалось добиться благодаря активной посредственной роли России в реальной предпосылке для решения вопросов гуманитарного характера. Особо отмечаем, что пункт 7 заявления от 9 ноября 2020 года трех лидеров предполагает возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев на территории Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. К преодолению гуманитарных последствий подключается ряд других профильных международных организаций Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, ЮНЕСКО и так далее. 13 ноября президент России подписал указ о создании Межведомственного Центра гуманитарного реагирования, на который среди прочего возложены задачи содействия возвращению в места постоянного проживания беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказание им помощи, восстановление гражданской инфраструктуры, а также создание условий для нормальной жизнедеятельности в Нагоре и Карабахе. Решение данного вопроса является одной из основных целей деятельности российских миротворцев в регионе. Что касается непосредственно вопросов периода ухода с территории 90-е годы, период уже соответственно 21-го века, кто будет возвращаться из-за вот этих волн беженцев, все-таки этот вопрос лучше адресовать, когда мы говорим о азербайджанских беженцах или беженцах, которые находятся на территории Азербайджана, то этот вопрос все-таки нужно адресовать Баку. О том, что связано с нашей страной и усилием по возвращению беженцев я сказала. И еще одна тема, которая тоже поднималась изданием Москва-Баку о мирном существовании народов Азербайджана, Армении. Вопрос так формулируется, Россия открыла путь к миру между двумя странами, Азербайджаном и Арменией. В России, да и в общем-то в Азербайджане эти слова тоже звучат. Любят проводить пример совместного проживания двух народов в прошлом в разные исторические периоды, в том числе в советское время. Были хорошие примеры совместного проживания, когда в том же Баку люди не разделялись на национальности, что на ваш взгляд является залогом успеха мирного сосуществования двух народов и взаимодействия. Как на ваш взгляд может быть преодолен исторический стресс с переждой народами, как вы видите, жизнь азербайджанцев и армян в результате Карабахского регулирования. Ну, в общем, многое перечислено в самом вопросе. Есть исторический позитивный опыт действительно совместного проживания двух народов, азербайджанцев и армян, как на территории Азербайджана, так и на территории Армении, работали вместе, дружили, создавали семьи. Сейчас, благодаря посредническим усилиям России остановлено кровопролитие, достигнуто договоренности о возвращении беженцев, внутренне перемещенных лиц, о разблокировании транспортных, экономических связей региона, создан Центр гуманитарного реагирования, призванный оказывать содействие Азербайджану, Армении, восстановление гражданской инфраструктуры, формирование условий для нормальной жизнедеятельности населения. Таким образом, создаются реальные предпосылки для налаживания диалога между народами, и этот диалог, в общем-то, единственный возможный путь для преодоления разногласий. По всей, ну, в общем, можно сказать, при всей неоднородности региона при всех подчас глубинных противоречиях между соседями необходимо искать пути сопряжения интересов сторон. На наш взгляд, следует делать ставку на реализацию различных взаимовыгодных вариантов синергии торговых, транспортно-энергетических возможностей региона, и, конечно, вне всяких сомнений в повестке дня должно стоять наращивание и уплотнение контактов бизнесменов, ученых, в целом представителей гражданского общества. Один из возможных вариантов взаимной поездки журналистов. Кстати, опыт тоже имеется в последних лет. Считаю, это верный шаг в направлении устойчивого мира и международными Азербайджаном и Армении. Но повторю то, что сказала на прошлом брифинге. Все это возможно при наличии политической воли лидеров государства. Далее, есть ли у нас агентство Ньюсфранд? Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Вышла информация, что США внесли Россию в список наблюдений по нарушениям религиозных свобод. Эту информацию сообщил сам госсекретарь США Майкл Пампео. В список наблюдений, кроме России, внесли также Кубу, Никарагула и Каморские острова с формулировкой, что правительства этих стран участвуют или терпимо относятся к серьезным нарушениям религиозных свобод. Какая позиция России по поводу данного шага со стороны США и какой комментарий на подобное действие? Вашингтон не первый год выступает в качестве защитника всех верующих или верующих всего мира. Докладов очень много, которые штампуются просто в Соединенных Штатах Америки по этой тематике. это в общем-то даже можно говорить о том, что там придумана некая система оценки политики тех или иных стран на данном направлении. И в этом же контексте можно рассматривать попытки придать некую легитимность международному объединению в качестве глобальных регуляторов очень важной, сложной, деликатной религиозной сферы, чьи установки в обозримой перспективе могут стать обязательными к исполнению для государств участников таких объединений. По сути, этот курс это продолжение политики, основанной не на праве, а на правилах. И в этой связи не видим необходимости как-то реагировать на подобную очередную американскую затею. Есть ли у вас еще вопросы? Если вопросов больше нет, то я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание. До следующей встречи. Здоровья! Продолжение следует...